Наш рассказ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А токарь-оператор Владимир Вересов Запомнит этот день на всю жизнь Члены партийного комитета завода Единогласно проголосовали за прием Владимира Васильевича Вересова Члены коммунистической партии Советского Союза Люди ценят в его характере честность, добросовестность, неравнодушие к общественным делам Не пройдет мимо, не промолчит, когда увидит бесхозяйственность или нарушение трудовой дисциплины Попалась, например, Владимиру бракованная заготовка Казалось бы, отложи в сторону и забудь Вересов же организует по ее следам рейд комсомольского прожектора Работает он так, что ежедневно значительно перевыполняет производственные задания И, конечно, не в ущерб качеству Вот уже год, как Вересову присвоено право сдавать обработанные детали с личным клеймом Владимир Вересов ударник 11-й пятилетки Член исполкома Ленинского районного совета народных депутатов Его кандидатура выдвинута на соискание премии ленинского комсомола Карельский научно-исследовательский институт лесной промышленности В этот день ученый совет заслушал очередное сообщение зав. отделом систем управления Геннадия Андреевича Степакова Под его руководством группа научных сотрудников института работает над созданием автоматизированной системы управления АСУ для лесной промышленности Ее первая очередь была сдана в прошлом году Новая система ведет учет материальных и основных фондов предприятий Вплоть до наличия на складах запасных частей Начисляет заработную плату Ведет учет и оценку лесов подлежащих рубке В конце каждого рабочего дня В вычислительный центр института Поступает ежедневная информация О работе всех предприятий Карел Леспрома Данные вводятся в электронный мозг машины И через несколько минут она выдает на дисплее обработанные сведения И печатает машинограммы о состоянии дел в отрасли на данный момент Каждое утро руководители объединения Карел Леспром и его предприятий Получают точную информацию о прошедшем дне Что позволяет им быстрее принимать эффективные решения По-разному сложился этот день у петрозаводчан У кого-то он был будничным Кому-то запомнился надолго У машиниста петрозаводского локомотивного депо Виктора Николаевича Родионова Он был праздничным В этот день ему исполнилось 50 лет И 30 из них он водит поезда по дорогам Карелии Сначала работал на паровозах А когда в Карелии появились тепловозы Родионов, чтобы пересесть на новую машину Закончил петрозаводский железнодорожный техникум Сегодня в этом же техникуме учится и сын Геннадий Тоже будет машинистом По итогам 10-й пятилетки Виктор Николаевич был награжден орденом Знак почета Отличный производственник Активный общественник Он многократно избирался членом партийного И профсоюзного комитета в депо За успехи в социалистическом соревновании В честь 60-летия СССР Машинист Петрозаводского локомотивного депо Виктор Николаевич Родионов И его помощник Вячеслав Михайлович Лобанов Признаны лучшей бригадой МПС И занесены в книгу почета Трудовой славы города Петрозаводска В этот же день утром Из Петрозаводского аэропорта Вылетела вертолетом группа работников Республиканской станции переливания крови В те населенные пункты Где нет специализированных отделений Постоянно выезжают бригады врачей станции Сегодня день донора в Костомукше Чтобы безвозмездно сдать свою кровь На пункт пришли 460 человек Инициаторами донорского движения Всегда выступали сами работники станции Звание почетного донора СССР Удостоены лаборанты Светлана Николаевна Ульянкова Валентина Петровна Ряскина Мария Васильевна Тимофеева Кровь, которую заготавливают на станции Используется не только для переливания Но и для изготовления многих ценных лечебных препаратов В смотре учреждений службы крови Российской Федерации За десятую пятилетку Республиканской станции переливания крови Было присуждено второе место И во многом ее достижения Стали возможны благодаря тысячам таких вот доноров Которые постоянно и безвозмездно Сдают свою кровь для спасения жизни людей И, конечно же, этот зимний день Был наполнен гулом строительных кранов 72 тысячи квадратных метров жилья Только в крупнопанельном исполнении Получат петрозаводчане в нынешнем году И в этом одно из проявлений генерального курса нашей партии На первоочередное решение социальных проблем И рост благосостояния народа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова